День с толком 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 В принципе, нет таких ресурсов, и надо просто согласиться с этим, сказать, да, вот это наш предел, и не нужно надеяться на какие-то высоты. Это все, что мы можем себе позволить в этом виде спорта, давайте этим ограничимся. Ну-ка, знаете, когда набираешь темп, останавливаться очень сложно. Наверное, я себя исчерпал, как руководитель федерации, потому что потенциал я вижу огромный у баскетбола. Мы сделали главное, мы вовлекли сюда огромное количество людей. Которые любят баскетбол. Все, в том числе министр спорта региона, согласились. Клубу «Алтайбаскет» просто не хватает средств. Чтобы заработать, Тулин вместе с федерацией предлагал построить серьезный спортивный объект, который бы объединил баскетбольную спортшколу, клуб и массовый спорт. Он приносил бы деньги на развитие «Алтайбаскет», а к тому же все действующие площадки, по мнению представителей федерации, не подходят для тренировки профессионалов. Тулин напомнил и о частых разногласиях с краевым министерством спорта. Мы должны объединить усилия школы и профессионального клуба. Нельзя их искусственно разделять. По сути дела, Алексей Анатольевич не даст соврать, отчасти где-то здесь мы разошлись впервые в отношениях к баскетболу, когда не поняли друг друга, для чего в составе клуба нужна школа. Мне всегда казалось, что это должно быть три фигуры – школа, клуб и федерация. Посмотрим сейчас, насколько это было правильное мнение по прошествии какого-то времени. Министр подтвердил, смена правления федерации и клуба, возможно, действительно даст импульс развитию баскетбола в крае и даже поможет привлечь внимание инвесторов к «Алтайбаскету». Нового руководителя федерации решили выбирать внутри баскетбольного сообщества края. И Алексей Перфилев подтвердил, что давления со стороны министерства в этом вопросе не будет. А пока исполнять обязанности руководителя будет член федерации Юрий Слуянов. Он, как и многие другие участники, был не готов к таким изменениям. Я вообще всем задаю вопросы. Всем задаю руки. Что я должен быть? Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Неизвестный вирус, вызывающий осложнение в виде смертельно опасной пневмонии на территорию России, пока не пришел. Об этом нам сообщили в местном отделении Роспотребнадзора. Напомним, на днях в Китае скончался первый забавлевший. Более 40 находятся в тяжелом состоянии. Еще один случай заражения отмечен в Таиланде. В то же время в трех регионах России, в том числе в Алтайском крае, превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ. Правда, лишь на 12%, отмечают специалисты. По данным местного Роспотребнадзора, у большинства болезнь проходит без осложнений. Об эпидемии гриппа речи не идет. Однако у части пациентов выявлен вирус. К счастью, не самый опасный из его штаммов. В основном в этом году у нас циркулирует, начал циркулировать вирус гриппа В. Он не так тяжелый, как вирус гриппа H1.1 пандемический. Он более легкий, без осложнений. Но более такой вялотекущий, длительно текущий процесс. Специалисты Роспотребнадзора, впрочем, отметили, что в этом году грипп появился непривычно рано. Уже в конце декабря. Тогда, как обычно, проявляет себя ближе к весне. Это произошло, скорее всего, из-за необычно теплой зимы. Серьезный подъем ОРВИ в регионе, возможно, стоит ожидать в конце января-начале февраля, если погода будет достаточно теплой. В такие периоды обычно число заболевших достигает 20-30 тысяч в неделю. Конечно, в разы меньше тех, кто рыбачит на речном льду, ходит по нему на лыжах или снегоступах. Однако для жителей нашего региона это не в диковинку. Но в этом году зима теплая. Значит ли это, что речной лед намного тоньше, чем обычно? Опасно ли это и как правильно передвигаться по льду, расскажет Полина Жданова. Зима в этом году теплая и очень снежная. Конечно, для обычных людей, так скажем, это хорошо. А вот для рыбаков это большой минус. Потому что прежние места рыбалки не замерзли и приходится искать новое. Чтобы найти новое, нужно пробираться через снег только на снегоходах или снегоступах. Передвижение по рекам затруднено сугробами в одних местах, а в других, возможно, только вплавь. Там, где обычно вода замерзает, в этом году полыньи, лед нестабилен. И чтобы по нему ходить, нужно знать, как выглядит безопасный, говорят спасатели. Он может быть голубого или темно-зеленого оттенка. Если лед вот такой вот белый, дымчатый, это прочность, да, уже немножко похуже. То есть здесь уже снег местами есть. То есть он рыхлый получается? Ну он не рыхлый, но структура льда и прочность уже уменьшается намного. А если вот такой прозрачный он? Вот прозрачный, значит получается вот 10 сантиметров, как здесь, это для человека, допустим, вполне безопасно. Если лед желтоватый или над ним выступает вода, ходить по нему точно нельзя. Спасатели говорят, что в этом году лед на водоемах края тоньше, чем в предыдущие. В морозной зимы его толщина достигает метра. Этой же зимой реки промерзли примерно на 50 сантиметров. Поэтому лучше ходить по водоемам осторожно, прислушиваясь к треску. И брать с собой длинную палку, чтобы зацепиться ей в случае провала под лед. А если провалились, не нужно паниковать. Если это на реке и течении, значит ему необходимо в сторону против течения двигаться, либо вбок. Вот, когда подплыл человек, ну полыня же все равно есть, когда он подплыл, попробует забраться на лед. Если он забрался, значит перекатывание, мы отдаляемся от полыни, значит ну возвращаемся опять в ту сторону, откуда вышли. Плыть по течению при этом нельзя. Затянет под лед и тогда уже не выбраться. К слову, в Алтайском крае не так много таких случаев и в основном люди тонут весной. Кстати, на автомобилях по рекам ездить запрещено. Выпишут приличный штраф от 5000 рублей. Лучшая переправа – мост или специальная ледовая тропа. Так что если вы неопытный рыбак, в этом году на лед самостоятельно лучше не соваться. Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком. В Барнауле можно увидеть оригинал кисти Серова. В художественном музее открылась выставка одной картины – портрета жены художника. Всего их существует 12. Один из них хранится в фондах Алтайского музея. На открытии экспозиции побывала моя коллега Дарья Идемиллер. И ей слово. Сегодня в художественном музее открылась выставка, посвященная 155-летию художника Серова. Его картины вы наверняка знаете. Покажем несколько, чтобы вы удостоверились в этом. И это выставка одной картины, что примечательно. Это портрет жены художника. В фондах музея она хранится уже 45 лет. И ее регулярно показывают. Но сначала, перед тем, как полюбоваться на картину, мы послушаем лекцию. Прожил всего 46 лет. 30 из них занимался искусством. За эти 30 лет он оставил великолепный ряд портрет лиц ушедших эпох, глядя на которых мы можем с вами увидеть, как выглядели люди, чем они думали, чем они дышали. Как оно нарисовано, очень интересно было смотреть. Потому что репродукцией все равно видно, что это печать. А здесь не видно сама техника нанесения, сам материал, из которого сделано полотно. Вот это было больше всего интересно. Эта работа, чем уникальна, она интимна. Это не парадный портрет с орденами, медалями и так далее. Это интимность. И интимность буквально четкая линия, посмотрите. А непрорисованные совершенно наметки лица, прическа, скрытая, полускрытая, дальше что неизвестно, сидит, стоит ли. То есть это по сути работа-загадка. У каждой работы есть своя история. Кстати, нам рассказали, что смотреть на картины нужно определенным образом. С левого верхнего угла в правый нижний. Именно с такого ракурса все линии произведения выглядят идеально. И так, кстати, работают с любой картиной. Отходим на почтительное расстояние и любуемся. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания Валар. До встречи.